Этап Кубка Приморья по Даунхилу, скоростному спуску с горы на велосипеде, прошёл на Уссурийской трассе. Уже третий год наш город встречает любителей экстрима. Место традиционное. Гора Издвестковая на восходе. Стимул сильный. Смотрю, что велосипеды этой направленности, здесь велосипеды же ещё тоже особенные, велосипеды в городе стали появляться именно для более экстремального катания, которые могут выдержать вот такие нагрузки. Характер Уссурийской трассы ещё ни разу не повторялся. И к этой гонке энтузиасты построили три новых контруклона, подготовили несколько опасных виражей. Эта дистанция признана судьями как самая интересная из четырёх существующих в Приморье. Лопаты в руки и вперёд. Походу всё сочиняли. Собственно, и так. Плюс этой трассы. Здесь нет корней каких-то больших выступающих, нет камней больших. Достаточно всё время гладкий идёт грунт. Это позволяет держать высокую скорость. А поскольку ребята тут понастроили тьму разных интересных технических элементов, то она просто очень классная, она интересная. Среди участников заездов была и одна девушка. Анна Чугулёва из Владивостока села на специальный горный велосипед «Маунтинбайк» всего полгода назад. Первые её серьёзные соревнования совпали с первым этапом Кубка Приморья. Страшно, конечно, но всё равно приходится бороться со своим страхом. В принципе, этот вид спорта обязывает. Постоянно бороться с ним. Самый молодой участник Кубка – Влад Заборов. Вместе с папой он приехал из Владивостока, чтобы попробовать себя в новом виде велосипедных гонок. До освоения «Маунтинбайка» Влад успешно выступал в таком виде, как «Кантри-кросс» – гонка по пересечённой местности. Но что сложнее, юный райдер пока не определился. Я не могу разобрать, потому что так-то надо велик затаскивать в Донхилле, а в Кантри только крутить. Длина трассы – полтора километра. Райдеры преодолевают её по правилам скоростного спуска. Каждые две минуты стартует новый гонщик. По итоговому времени присуждается победа. Рекордное время прохождения уссурийской трассы – 2 минуты 24 секунды. Оно принадлежит чемпиону России из Владивостока Денису Зарецкому, который установил его в прошлом году. Лучшее время в этот раз показал уссуриец Александр Воробьёв – 2 минуты 36 секунд. Хотя выступление на домашней дистанции осложнило погода. Проливной дождь накануне уравнял всех райдеров. Трасса сегодня непредсказуемая. Она скользкая после дождя. Так что соперник здесь каждый. Потому что всех шансы очень даже и равны, потому что очень скользко. Уссурийский фаворит и чемпион Кубка Приморья 2012 Александр Воробьёв на родной трассе чувствовал себя уверенно. Прошлые два этапа оказались неудачными для Саши. Его заезды заканчивались серьёзными падениями и больницей. Осторожность Александра и хорошее знание дистанции сыграли на руку райдеру. Уверен, а гонщик прошёл квалификационный заезд и показал лучшее время на зачётном спуске. Следом за ним ехали двое его постоянных соперников из Владивостока. Всего на 6 секунд от лидера отстал гонщик из Владивостока Андрей Романенко. Он стал серебряным призёром. И бронзу завоевал его земляк Роман Нестеренко. В следующий раз гонщики встретятся на предпоследнем этапе Кубка Приморья во Владивостоке на горе Холодильной в середине сентября.